МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Были разлежены пытания организации информационной работы в прационных коллективах и с насильством по месту жихарства. Под обязанности у Марины Северьяновой. 2015 год стал складанным не только для экономики Гомельщины, а и всей Украины. Поширать рынки сбыту товаров, снижать себе кошт вырабляемой продукции, створать новые рабочие места, помогшимости отмолваться от притягнения замежных кредитных сроков, а так само повышать эффективность работы предприемства и при необходности модернизовать их с притягнением промых замежных инвестиций. Такие шляхи умоцования экономики региона огучены на посаджение облавы конкама. Что тычется экспорту, то селета тенденция минулого года по скороченню продажу товаров у Россию протягнется. Летость объем поставок туда снизился с 90 до 60 процентов. Ослаблять залежность от соседней краины и одночасово шукать новые рынки сбыту будет экономично выгодно. Бо вагании курса российского рубля отмолвно отбиваются на стане экономики Гомельской в области и Беларуси в целом. Пока, к сожалению, с учетом тех процессов, которые идут с российским рублем, отрицательное влияние на наш экспорт мы имеем. Поэтому самое главное – завоевание и открытие новых рынков, для того, чтобы наш экспорт в зависимости от российского рынка была снижена. Специалисты сгаджаются – этот год будет больше тяжким, чем минулый. Проблемы могут возникнуть у каждой галине. Жорстко притримливаться доведенных показчиков и не допускать даже минимального их отхиления. Задача складанная и потребует детального анализу працы каждого предприемства и организации. По-перше, это тычется необдуманного притягнения у вытворчения кредита у замежных банков. Это повышает себе кошт продукции, а тому негативно отбивается на ее конкурентоздольности. Вырубить и не продать в сегодняшних экономичных умовах недопущально. Тому треба сподеваться не на замежные кредиты, а шукать инвесторов. До речи, что трижется бойных инвестпроектов, то завершение реализации некоторых из них становится повыплывая на экономику не только нашей области, а и всей Беларуси. Это и ЦКК Светлогорская, это и Добрыжская фабрика Герои Труда, это и почти девять проектов на Белорусском металлургическом заводе. Сейчас будут реализовываться еще проекты на нашем нефтеперерабатывающем заводе. То есть мы надеемся и уверены, собственно говоря, что вот эти проекты, которые будут на крупных предприятиях реализованы, они дадут прибавку нам в промышленной зоне. Дарившись ситуацию, внутри допомогают выучать организованное по распоряджению президента регулярное состречу в прационных коллективах. Специалисты нагадывают, что за экономикой Беларуси стоят звычайные люди, допомогавши вырешить их проблемы, расслаблять незразумелые для их питания, вельми важно. А как бы информационная работа проводилась эффективно и досконало, великая роль у Беларуси отводится и деянности сродков массовой информации. Одно из просто колоссальных вообще значений в информационном пространстве занимают, конечно, средства массовой информации. Сегодня телевидение, не будем говорить о том, что печатные издания теряют свою актуальность, ну и, конечно, интернет-ресурсы, конечно, социальные сети, потому что там особенно наша молодежь не только черпает, так скажем, информацию, но и высказывает свое мнение. И опять-таки можно посмотреть, как говорят, градус накаливания наших людей. Поэтому, конечно, сегодня очень важно то, чтобы информация была донесена до каждого человека и до трудовых коллективов актуальной, честной и, конечно же, важной. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На завтра у Гомеля запланованный урочистый сход, присвященный Дню Беларуской науки. Его отделники подведут выники доследований за последний час и расскажут о перспективных распроцовках. Есть об чем поведомить с супрацовником Гомельского державного университета, на базе которого пройдут урочистости. Алексей Серов наведал неколькие лабораторий установы. В последний час у СМИ заявилась информация об створении в Гомельском державном университете материалов, какие робятся предметы небашными. Такие работы, правда, ведутся, хотя находятся на початковой стадии. Между тем, это не одни перспективные распроцовки, которыми сегодня занимаются в университете. Представка «Проблемная» в названии науковой доследовании лаборатории перспективных материалов свечится об тем, что тут занимаются проблемами, которые могут принести значные экономичные дивиденды. Ты меж золь гиль-технологиями, например. У вуголь, у першиню их, продемонстрировали, еще у 40-х годах минулого сагодя. Але тады метод незначного практичного применения. У Гомельском державном университете гэтой темой займаются ведьми щельно и лечите ее перспективной. Выкрыстание нанотехнологий дозволяя отрымливать материалы за любыми необходными якосами. А гэта ведьми западарбовано в свете. Международные контракты, которые наша лаборатория постоянно выполняет с зарубежными партнерами, и с корейскими компаниями, и сейчас китайцы интересуются этой технологией, и с поляками, и российские компании к нам постоянно обращаются с какими-то своими задачами. Ученые не утоивают. Не все промысловцы спешаются набывать сучастные распроцовки и выкрасовывать их на практице. Для многих по разным причинам больше легко набыть импортные аналоги. Хоть сказать об незапотребованности очинных ноу-хау у Беларуси все-таки нега. Лазерная установка, якая распроцована на кафедры радиофизики и электроники, зараз выкрасовывается на Барановском авиационно-аромотном заводе. Науковцы кажут, что за ЯЕ допомогой можно проводить целые шерох операций на деталях любых конструкций из любого материала, причем за одночасовым видеоконтролем процессу. Зараз до ЯЕ сконструировали еще и специальную приставку, якая дозволяя опрацовывать тысяч деталей в самых тяжкодоступных местах. Все происходит в замкнутом объеме, лазерное излучение мощное, возникает плазменный факел, продукты испарения, необходимая еще система удаления продуктов испаряемого материала изнутри, чтобы качество сварного соединения было соответствующим. Ну, задача была, конечно, сложная, техническая, но она решена. У науково-доследжей лаборатории леса Беларуси разом с выкладчиками активно працуют и студенты старших курсов. По сути, тут рыхтуют специалистов, якие повинны ведать про грибы усем. Основы проведения микологичных доследований в биологии и экологии грибов, технологии их штучного выроштывания, отриманное даденое потом выкарстовывается у науковых докладах и у практичной деятельности. По выниках работы лаборатории в беларусских лесах уже закладены некакие экспериментальных плантаций. А прича того, есть подстава сказать об мягчимости вырошивания новых видов грибов с лечебными якостями. Имеется тут и практическая задача, то есть введение в культуру или, как говорят, интродукция новых видов съедобных и лекарственных грибов. В этом аспекте мы очень тесно контактируем, проводим совместные исследования с Институтом радиобиологии, то есть исследования радиопротекторных свойств высших грибов тесно сотрудничаем с Институтом леса. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». До инших тем. У Гомельской области зараз означается сезонный рост захворвания на вострые респираторные инфекции, характерны для этого периода года. Однако, по информации областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, колькость хворых управляет незаналогичным периодом минулого года ниже на 18%. Большисть захворылых детей, каля 70% – одогульной колькости. По выниках доследований, в регионе циркулюют первоважно негриппозные респираторные вирусы. Региструются и одинковые выпадки гриппу А и Б, которые характерны для даденого периода. В связи с ростом колькости хворых на вострые респираторные инфекции изменяется график работы гомельских поликлиник. С 29-го студеня по 29-го лютого прием будут вести и по выходных. В субботу с 8 до 18 годин, в неделю с 8 до 14. Выкликать урача на дом для детяти в субботу можно будет до 13 годин, в неделю до 12. Для дорослых – отповедно до 15 и до 12 годин. Подаденных областного гидрометцентра на завтра у Гомельской области объявлены оранжевый уровень небеспеки. Чекается узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. У опошние дни студеня на дворья у регионе заховаясь совсем незимовый характер. У ближайшие сутки махчимы, короткочасовый дождь и мокрый снег. На особных участках дорог гололедится. Температура поветра на протягу суток складе от минус 1 до плюс 4 градусов. На выходных так само чекаются опадки и порывистый ветер. В субботу в ночи будет до 2-х, в день до 6 градусов с плюсом. В неделю на протягу суток от 0 до 5 градусов тепла. Протягиваем выпуск. У музея фотографий открылась выстава «Палитра в образах пригожих». Она примеркована до юбилея народной артистки Беларуси Людмилы Корховой. В экспозиции собраны фотосдымки за архива актрисы областного драматичного театра. Людмила Корхова в Гомельском театре працует уже больше, чем 40 годов и об выборе профессии Николе не шкодовала. За ее плячима шмат увособленных на сцене в образов. Однако первая роль, а хоть и зусим маленькая, Николе не забудет сам. Первая работа у меня в Гомельском театре это была вообще в массовке. Была такая пьеса, легенда о песне и не спетой. И ставил народный артист Иосиф Степанович Попов. И вот там у меня, когда мы только пришли со студенческой скамьи, там у меня была в массовке. Ну, с такими словами, если бы вы знали, как я волновалась после студенческой скамьи вот выйти и это сыграть. Я так репетировала, у меня так тряслись поджилки. Некоторые из ролей, в которых довелось играть Людмиле Корховой, адлюстрованы на этих фотографиях. Тут и кадры с повседенного жития актрисы. Уникальностью тем, что представленные фотосдымки до этого николе ни день не публиковались и не выставлялись. Так само у экспозиции сценичные костюмы, с допомогой, яких нарожаются в образы. В музее фотографий выстава будет працевать до 10 лютого, а после пероедя в Драмтеатр. Юбилейный год для Людмилы Корховой будет насыщенным. У саковику на сцене театра отбудется премьера спектакля по мотивах оповести Федора Достоевского «Дядька у сон». Актриса выканная у им головную роль. Так само у театра запланованный творчий вечер, присвеченный юбилею народной артистки Беларуси. 30-го студене исполняется 95 год с дня народжения народного письменника Беларуси Ивана Шамякина. Память и объем биражливо заховывают ягучитачи. Особливо на Гомельщине, откуда он был родом. Так у Гомельской Центральной городской библиотеки имя Герцена сегодня прошел вечер портрет под назвой «Тревоги и счастья Ивана Шамякина». Головным гостем стал двоюродный племенник письменника Михаил Алексеевич Калинин. Зараз он проживает в Гомеле. На встречу пришли студенты и школьники. Своим слухачам Михаил Алексеевич рассказал об тем, каким человеком был Иван Шамякин и рассказал про самые яркие моменты життя, проведенные побач с ним. Постоянно, когда бывал в Минске, я с ним встречался. И, естественно, конечно, мы о многом говорили, в том числе и о литературе. Разговоры у нас были интересные. Говорили о писателях. Значит, нигде, никогда, никаких, как говорится, вариациях я не видел, не слышал, чтобы он на кого-то повысил голос. Где-то, значит, о ком-то сказал плохо. У него все было всегда хорошо. Некольки годов тому Михаил Каленин передал в библиотеце две книги Ивана Шамякина, подписанные письменником. Зараз их можно убачить у музея автографа, який иснует при библиотеце. У Гомель завершился областный этап в спартакеяды по программе зимового шматборья оборонца Айчины. У делу ее приняли в юнакида призывного и призывного взросла. У программу с поборницей у выходили и подтягивания, лыжные гонки, стрельба с пневматичной винтовки. Переможцов вызначали как особистым, так и у командным залейку. Лепшими у старейшей и взрослой группе стали подлетки со Светлогорска, у молодшей Мазыране. Гомель означался досягнением Михаила Аксенова, який показал лепший выник у стрельбе. Уже зараз начинается подрывтока до летнего этапа спартакеяды. Проспал года в Гомельской области будут вызначать лепших в бегу, подтягиваниях, стрельбеки, даньи гранаты и плаванни. Новины региона, информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен и у студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам у далага вечера. До новых сустречу эфиры.